Что человеку нужно для счастья? Наверное каждый сам по-разному себе ответит на этот вопрос. Но я сегодня хочу с вами поделиться кусочком своего счастья, который я уверен для многих тоже сможет стать таким же кусочком счастья. Для счастья нужен свой кусочек земли, маленький или большой, все равно главное, чтобы вы могли его обработать. Вот, нужно посадить там деревья, овощи, фрукты. Вы будете получать свой урожай, как я. Это яблоко Джонатан. С помощью вот такой вот сушилки электрической, я нарочно не показываю название, чтобы вы не подумали, что я рекламирую сушилки. Какую найдете, такую найдете. Вот здесь такие круги, на которых все это нарезается, складывается. Но она у меня рабочая, поэтому вот такая вот она не слишком чистая. Вы высушиваете свой урожай. И то, что занимало у вас большой объем места, например, с ведра яблок вы можете получить там килограмма-полтора вот такой сушки. Но если яблок я могу съесть, ну два яблока в день, больше я не смогу есть. Вот от этого вы меня не оттащите. Выпаривается вода, и здесь вот чисто концентрированный яблочный вкус. Изумительный. В этом году у меня была эпидемия урожая. Я не... Ну, в этом году я наконец-то начал их поливать. И, честно говоря, я не знал, куда их девать. Уже раздавал соседям. Но, опять же, пришла вот эта электрическая сушилка. Я его навялил. Пока он у меня лежит в морозилке, я там видел массу рецептов в интернете, что дальше можно с этим делать, как их там мариновать, консервировать. Посмотрим. Основная моя радость. Это фундук сорта трапезун. Тоже выращен своими руками. Он мне дорог. Без всяких химикатов. Великолепный орех. Но сегодня основной упор будет сделан на кизиле. На том, как я делаю из него живое варенье. Сегодня 16 октября 2023 года. И я уже неделю-две как занимаюсь переработкой кизила сорта Семен. Это поздний сорт. Ранние сорта у меня уже начали спеть к середине августа. И еще, наверное, неделю-две я его буду перерабатывать. У него очень хорошая висячесть. Потихоньку я его срываю. Стараюсь собирать самые спелые ягоды. Потом 3-4 дня он у меня дозаривается. Тонким слоем, расстеленным, лежит в квартире. Сейчас он мягкий и сладкий. Вот вы берете этот кизил. Такая штука перетирается. Этот кизил. На выходе вы получаете вот такую вот массу. Без косточек и без кожицы. Вот косточки и кожица. Раньше я варил, не варил, да, наверное, варил, готовил компот. Вот из этого. И получалась довольно-таки вкусная вещь. Он отличался по вкусу от компота чисто кизилово. Потому что косточка давала свой, как бы, нюанс, свой аромат. Но с недавних пор у меня всю эту косточку заказывают и выкупают. Поэтому я ее отмываю. И готовлю для отправки. Ну, кто для чего это делает. Кто-то садит сеянцы кизилов. Кто-то хочет вывести новые сорта. Продвинуть их на север. Чтобы они были более адаптированы для их местности. Кто-то ими лечится. Но косточки я, честно говоря, не знаю. Вот смотрите, как косточка выглядит. На фоне. То есть она достаточно маленькая косточка. Ну, я не знаю. Ну, вот лечится ими как. Просто их глотают. И якобы она переваривается. Там всякие геморрои лечат. Но я не врач. Поэтому я не берусь судить. В пользу такого лечения. Далее это все взвешивается на весах. И чистую мякоть. Вес чистой мякоти умножают на 1,3. Получают вес сахара. Который нужно добавить в это варенье. После тщательного перемешивания вы получаете массу вот такой консистенции. Она разливается в трехлитровую банку. Хранится она в холодильнике. Только в холодильнике. И сразу кушать его не надо. Дайте ей настояться несколько недель. И он приобретет совсем другой вкус. Если у вас есть желтоплодный кизилл, как у меня. Вы можете сделать вот такое же варенье. Только оно будет у вас желтого цвета. Люди взрослые с самоконтролем, без зависимости от алкоголя, могут сделать себе из этой сахарной массы ликер. Могут сделать настойку из этой штуки. Просто залить водкой. Так как я не одобряю употребление алкоголя, я не даю здесь никаких рецептов. Я же могу с вами поделиться этой радостью, этим кусочком счастья. У меня есть саженцы фундука сорта трапезунт. И опылители к нему. И саженцы кизила сорта семен. И опылители к нему. Обращайтесь пожалуйста. Контакты будут под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Лайк, дизлайк под видео. Напишите в комментариях, что вы по этому думаете. Может поделитесь какими-то своими успехами. Добра вам и мира. Привет из Крыма.